Сегодня хочу показать вам, как выполнить вот такие вот простые цветочки. Иногда бывает нужно чем-то заполнить пространство вышивки, и тогда вот очень хорошо вот эти 5-6 лепестковые цветочки с французским узелком по центру очень хорошо заполняют и как бы оформляют наше пространство. Я возьму ленточку 12 мм. Для начала, если у вас нет основы, на которой нарисован цветочек, а вы вышиваете на какой-то ткани или конве, рекомендую вам нарисовать вот такой вот цветочек, 5 лучей, как звездочка. Просто для удобства. Мы начинаем с вами от центра. В центре у нас будет французский узелок, поэтому немножко оставим место для него в центре цветочка. Выполняем простыми прямыми стежками. Вышли, расправили ленту, чтобы она красиво вышла на лицевую сторону. Следующий прокол где-то через сантиметр. Может быть больше сантиметра, может быть меньше, как... Какая вышивка? Какой цветочек нам надо сделать? Уложили. Опять выходим от центра по нашим нарисованным лучам. Расправили сантиметр, ушли наизнанку, уложили красиво стежочек. С небольшим таким напуском, чтобы он смотрелся достаточно объемно. И там все пять раз. Пять или шесть. Какой цветок наметили. Обязательно расправляем ленту. Не забываем. И оставляем место для французского узелка. Помним, что он у нас будет в центре. То есть нам надо оставить совсем маленький такой пятачок. Буквально на пару миллиметров. Ну и последний стежочек. Опять же оставили место для узелка. Расправили ленту. Прокол. Цветок готов. Теперь в центре сделаем французский узелок. Я возьму ленточку 3 миллиметра. Закрепочку. Так, выходим в центре нашего цветочка. Немножечко подкручиваем ленту. Берем ленточку в левую руку на себя. Иголку сверху делаем на вилую. Раз, два, примерно три. Больше не надо. Отступаем где-то полмиллиметра от того места, где мы вышли. Вышли. Сделали прокол иголкой. Плотно натянули ленточку. И пошли на изнанку. Прокручиваем. Протаскиваем иголочку. Выводим ленту на изнанку. И затянули. Такая серединка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова